я буду готовить сметанный заварной крем также его называют крем пломбир на сметане сметанный заварной крем можно использовать для того чтобы наполнить им капкейки кексы либо выровнять тортик или просто промазать каржи готовила этот крем для торта спартак или как его еще называют шоколадный медовик если интересно я вам оставлю ссылку заходите смотрите для приготовления нам понадобится сметана у меня сметана 30 процентная же можно брать 20 процентная же 2 яйца 150 грамм сахара 2 столовые ложки крахмала и 3 столовые ложки без горки муки 150 грамм сливочного масла и экстракт ванили сливочное масло нужно достать заранее из холодильника за несколько часов 550 грамм сметаны выкладываем в емкость толстым дном добавляем 2 яйца 150 грамм сахара одну столовую ложку экстракта ванили 2 столовые ложки крахмала у меня крахмал кукурузный можно любой и 3 столовые ложки муки и все хорошо тщательно перемешиваем венчиком емкость со смесью ставим на маленький огонь и не переставая помешивать доводим до закипания до первых булек то же самое можно сделать на водяной бане особенно если вы готовите этот крем в первый раз загустевает крем очень быстро поэтому делайте все осторожно когда крем начнет загустевать помешивать нужно более интенсивно меня этот процесс буквально занимает пару-тройку минут это зависит от того какой сделали вы огонь огонь должен быть совсем маленький готовность крема можно проверить проведя пальцем по ложке если остается не затекающая полоса значит крем готов еще горячий крем перекладываем в отдельную емкость чтобы он побыстрее остыл накрываем заварную массу пленкой в контакт так чтобы она дотрагивалась до крема и даем ему полностью остыть при комнатной температуре сейчас я вам покажу консистенцию остывшего крема вот такая примерно у вас должна быть консистенция 150 грамм размягченного сливочного масла перекладываю в емкость и взбиваю миксером до пышной светлой массы и постепенно по одной столовой ложке добавляю заварную массу и продолжаю взбивать взбиваем до кремового состояния еще хотела вам подсказать если вы готовите этот крем для того чтобы наполнять кексы капкейки либо для того чтобы выровнять тортик то сливочного масла нужно добавлять больше в описании под видео я вам укажу количество сливочного масла которое необходимо добавлять в крем если вы используете его как наполнитель либо для выравнивания торта я же готовила этот крем для того чтобы смазать коржи для торта поэтому количество сливочного масла я уменьшила посмотрите какой красивый пышный и однородный получился у нас крем если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал пишите мне ваши отзывы и комментарии поделитесь видео с друзьями а я всем желаю приятного аппетита прекрасных вам тортиков и до новых встреч с новыми рецептами с вами была виктория аппетита